Новый закон об ответственном обращении с животными действует уже полгода. Он запрещает использовать животных для получения выгоды, принуждать зверей к контакту с людьми. Поэтому цирки и контактные зоопарки должны будут получать лицензии. Также под запретом жестокое обращение с братьями нашими меньшими. Какое отношение недопустимо к животному? То есть это, соответственно, грубое отношение, то есть отношение насилия в данном случае, морить голодом, холодом, содержать в недопустимых условиях. То есть это все аспекты ненадлежащего отношения к животным, и они в том числе запрещаются этим законом. Закон запрещает содержать в квартирах редкие виды, кормить хищников живыми существами в местах, открытых для свободного посещения. Содержание домашних животных также подверглось регулированию. Владельцы питомцев должны соблюдать не только общие требования к содержанию, но и права и интересы всех жильцов в многоквартирном доме. Но зоозащитники считают закон неэффективным. В нем не прописаны конкретные меры наказания. Если нет ответственности, он не изменит никогда ничего. Пока не будет конкретного наказания за жестокое обращение, не будет практики, которую мы можем открыть и увидеть, что вот этот человек оторвал ногу, сбил и уехал, поджег, я не знаю, сбил, кинул в зоопарке какую-то недопустимую еду животным, вопреки правилам. Этот закон не имеет никакого смысла. Согласно закону, истреблять бездомных животных запрещается. Их необходимо помещать в приюты, где их должны стерилизовать и вакцинировать. Но на практике все выглядит иначе. Зоозащитники уверены, необходимо прописать дополнительные подзаконные акты и обязать местные власти заниматься проблемой бездомных животных активнее, открывать приюты и пункты передержки, а также вводить крупные денежные штрафы для тех, кто бросает своих питомцев на произвол судьбы. Лариса Шалафаст, Василий Колдашов, События.